Национальное бюро статистики Казахстана озвучило данные, что зарплата у строителей за год выросла на треть. Согласны ли с официальными данными сами строители и как это сказывается на стоимости жилья, выясняла Людмила Батюшкина. Нурлан Елеусизов уже 30 лет в строительной отрасли, начинал с разнорабочих. Сметы действительно сейчас выросли на 5-10%, но только за счет стройматериалов, считает прораб, они подорожали от 30 до 60%. Статистическим данным Нурлан не верит. Зарплата, я сужу по рабочим, по себе. По идее, что в 2019 году была зарплата такая же, что сейчас, года 2-3 прошло, ничего не изменилось. Что так получают, например, 300 тысяч, что на следующей стройке тот же самый прораб, который работает на коммерческом, он тот же самый получает. Вот у нас, например, рабочие получают, они по часовой работают, где-то 6-7 тысяч получают. Больше мы не можем платить. Часто? Нет, 6-7 тысяч в день. А, в день. И вот умножьте, грубо говоря, на 23 рабочих, да это сколько? Ну, даже 200 тысяч не получается, правильно же? Я вот сейчас, ну, где-то в среднем, специалисты там где-то 200 тысяч получают, а остальные 100, 150, 160. Строители всегда востребованы, говорят, в центре занятости. В Караганде на сегодня, к примеру, шести предприятиям требуются штукатуры, крановщики, кровельщики, газоэлектросварщики, строители. Предлагают зарплаты от 100 до 300 тысяч тенге. Переизбыток по строительной специальности нет такого. По строительной сфере именно специалисты, это все востребованные, и все, как вакансии дают, они все сразу же заполняются своими. Зарплата, вот их, как я сказал, начинается от 100 до 300 тысяч тенге, но и также они работают, объем работы. Уже работодатели, они сами, да, ну, естественно, уже в некоторых организациях, и большинство, это уже зарплата на увеличение. По данным Бюро национальной статистики, зарплата в строительной сфере в Казахстане выросла за год на 33%, и в среднем составляет 314 тысяч тенге. В Карагандинской области в среднем 266 тысяч. Число вакансий увеличилось на 53%. По всей стране остро не хватает бетончиков, отделочников, каменщиков, штукатуров, сантехников. Крановщики, к примеру, дважды в этом году устраивали забастовки, говорят в Ассоциации застройщиков. В итоге их зарплаты выросли до 700 тысяч тенге. Сегодня застройщики не имеют возможности брать на работу гастарбайтеров. В связи с дороговизной и бюрократизированностью механизма привлечения иностранной рабочей силы, в связи с введением ограничительных мер, связанных с COVID-19, на сегодня застройщики не имеют возможности привлечь достаточное количество необходимых специалистов, например, из того же соседнего Узбекистана. В результате возникла острая нехватка работников-отделочников, соответственно, стоимость их труда возросла примерно в полтора раза. Все это сказывается на увеличении накладных расходов и удорожании себестоимости строительства, говорят застройщики, и в конечном итоге на стоимости жилья для казахстанцев. Сегодня реальная стоимость квадратного метра жилья в Караганде от 270 до 350 тысяч тенге в зависимости от качества материалов. И цены эти растут с каждым днем. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.